Приветствую вас, я вижу этот вопрос достаточно просто, вот я вижу этот вопрос в той позиции, что ребёнок просто не имеет такого, как бы сказать, ограничителя, да, либо чёрное, либо белое. То есть я вижу в этом определённую метафору, я вижу в этом, тот ребёнок видит полтона, видит градации и наоборот, у него достаточно серьёзная проблема, когда либо так, либо так, либо чёрное, либо белое. Вот. То есть если мы не выходим сейчас за рамки вашего вопроса, да, если мы не говорим о том, что это может связаться какой-то неведомости, может быть какого-то каких-то страхов, какие-то, какого-то дикорения и прочего, то можно, конечно, говорить о том, что ребёнок просто не видит полутонов. И этот, наоборот, не видит категоричности, то есть вот категоричность его отталкивает. И, ну, мне это видится в большей степени как плюс, я не вижу здесь почвы для тревоги, но если подобная неверенность проявляется где-то ещё, помимо рисунков, то нужно, конечно, смотреть что и как. Вот. Ещё я бы сказал, что у ребёнка отворческое мышление, и, наверное, как следствие, ну, вероятно, это больше гуманитарная категоричность, чем техническая, но это, конечно, безусловно, не точно. По одному только такому рисунку вряд ли можно делать такие выводы, я просто предполагаю. Вот. Но склонность к многоцветности, да, так иначе говорит о том, что ребёнок достаточно интеллект, интеллект, интеллект сразу вот хорошо. И можно рассчитывать на то, что человек увидит вот все оттенки, все тонкостонкости и большое количество контекста. Вот. Повторюсь, повторюсь, если мы не выходим за рамки рисунка. Потому что необходимо понимать, в каком вы их контексте задаётся свой вопрос. Чего вы хотите? Почему вас это привозит? Ага. Ведь в некотором смысле, в некотором смысле, ну, черно-белая палитра, она достаточно бедная. И нет ничего удивительного, что ребёнок просто сковывается и не понимает, как нарисовать это. Тут, на самом деле, у взрослого человека возникает, ну, на мой взгляд, возникнет проблема, как нарисовать. Если мы говорим, вот, там, к примеру, каким цветом должны быть нарисованы облака, да, или небо, с каким цветом. То есть, типа, ну, окей, если, значит, небо, там, белое, собака должны быть чёрными. Ну, облака белые. Но если облака белые, то небо чёрное. Ну, тогда, если чёрное небо, то как-никак нарисовать дневное небо, понимаете, да? То есть, это проблема исключительно вот таких ограничений, которые, ну, на мой взгляд, являются искусственными. Ещё раз повторю, при условии, если это никак не отказывается на реальной жизни. То есть, если в жизни ребёнок не испытывает проблем, то в таком случае, это может быть просто вот проблема, ну, как бы, скажем так, абстрактного мышления. То есть, у ребёнка мышление образнее, да, а мы говорим про именно абстрактное мышление. Потому что, вот, как раз, в черно-белом градиенте вырисовывается краски абстракт. Ну, любое, абсолютно любое изображение, сделая его черно-белым, оно приобретает несколько такой абстрактный вид. Это несложно, это несложно увидеть, да? Да, вы можете сами просто, вот, посмотреть. Сами можете это посмотреть, вот, в интернете. Так что, такой, я думаю, могу дать вам ответ на вопрос, который вы даёте. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. КОНЕЦ TwИ АДЛАВИ 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 Продолжение следует...